Всем привет, дорогие друзья и враги. Как я недавно говорил о том, что будут некие провокации между Казахстаном и Россией. Точнее, Зеленский, как помните, открыто угрожал, что будут некие совершаться провокации со стороны России на территорию Казахстана. Якобы кто-то нападёт и так далее. Ну, в принципе, ему можно нести всякую херню. Он же легитимный избранный президент без выборов на Украине, поэтому он может себе позволить вообще любую дичь. В общем, какая страна, такие выборы. Вот Зеленский устроил вот эту провокацию. Ну, было понятно, что за этим читается некий определенный контекст, что эти провокации будут устроены, чтобы разладить отношения на межнациональной почве между Россией и Казахстаном. И вот сегодня, буквально пару часов назад, наше Министерство обороны прокомментирует информацию, которая распространяется на разных телеграм-каналах. Якобы о том, что с территории Казахстана были запущены бывла, которые нанесли удары по территории Татарстана. Данные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации, заявили в ведомстве. На самом деле, мне прислали вот эти вот сообщения, и даже я не стал комментировать эту херню, потому что, ну, никаких доказательств нету. Хоть что-нибудь покажите, чтобы доказывало, что эти дроны прилетели с территории Казахстана. Где доказательства? И к тому же, может быть, какие-нибудь там диверсанты реально отправлялись в территорию Казахстана. Но, опять же, нужны какие-то доказательства, прежде чем это комментировать. Потому что пока разговор просто ни о чём. То есть, слова против слов. Так вот, я хочу что сказать. Инсинуации – это, на самом деле, ответ Министерства Республики Казахстан нашего в обмен на какие-то вот, обмен с мнением, с какими-то телеграм-каналами. Потому что Министерство обороны должно комментировать только официальные источники информации. Допустим, заявление Шойгу, например. А не какие-то там анонимные телеграм-каналы, которые в большинстве своём несут какую-то чушь. То есть, львиная доля этих патриотических, так называемых, Z-каналов контролируется, на самом деле, ЦИПСО. Далеко ходить не будем. Тот же самый Позняков. Он работает на ЦИПСО. В принципе, он этого не скрывает. Постоянно делает вбросы. При этом косит под всяких там типа патриотов России. С днём одесского шашлыка, пишет Скобелев. Да, тебя тоже поздравляю. Сегодня день, когда ровно шесть лет назад е***ым ватникам дали как следует просраться в Одессе. И слава богу, потому что если бы это не случилось, то сейчас бы, нахуй, в Одессе было бы как на е***ом Донбассе. Согласны? Согласны. Я надеюсь, не надо объяснять, что патриот России, вообще, в принципе, нормальный, адекватный человек, не будет называть смерть людей шашлуком. И таких псевдопатриотов, псевдопатриотических каналов, которые вбрасывают в тебя кудич, очень много. Там, наверное, процентов 90. Они все, блин, по ЦИПСО. Либо просто делают это за деньги. Например, тот же самый канал «Русские грамоты». Обыкновенный шовинист Ярик Корсиенко из пола Назарбаева систематически делают вбросы националистические, чтобы разжигать между Казахстаном и Россией. Таких каналов, которые делают только вбросы, осознанно или, может быть, за деньги. То есть, это платные публикации. Потому что там дохрена телеграм-каналов делали за деньги разного рода публикации, в том числе скам-рекламу, постоянно это делают. И называют себя при этом патриотическим российским каналом. И здесь комментировать как бы просто бессмысленно, что там они пишут и так далее. Тем более, это не имеет права комментировать Министерство обороны. Это не ходит просто в их юрисдикцию, комментирует всякие сплетни, слухи, фейки и так далее. Поэтому, я думаю, как? Есть некий сговор между пресс-секретарем Министерства обороны и этими так называемыми телеграм-каналами. Они сами эту херню придумали и сами прокомментировали. И теперь на ровном месте раздувают некий скандал. То есть, повышают охваты с помощью наших СМИ. Потому что наши, может быть, и знать не знали, пока Министерство обороны не прокомментировали, везде эту новость не напечатали. А вы еще что-нибудь напишите, а мы еще больше прокомментируем, что вы... ...на нас, инсинуации. Это все типичная ловка пропагандистов. То есть, это политтехнология, называется диалог. Так вообще все конфликты, в принципе, и выстраиваются. Весь национализм в интернете, в принципе, так и работает. Сначала создается какая-то провокация, ситуация. Потом реакция на эту провокацию. Потом реакция на реакцию. Потом обсуждение аналитиков, экспертов. Несколько шоу по ТВ. И все из-за какой-то обыкновенной мелочи бытовой. И волей-неволей ты задаешься часто вопросом, специально ли это они сделали, эту провокацию. Или они просто пользуются ситуацией и хайпятся на этой ситуации. В общем, Министерство обороны не имеет права комментировать анонимные телеграм-каналы, которые, в общем-то, даже никаких доказательств не приводят. Сколько бы я не приводил, допустим, в своих публикациях каких-то доказательств, документов, железобетонных, видео и так далее, меня никто из них не комментирует. Почему? Да потому что такие комментарии даются только по особому поручению. Поэтому единственная провокация в этом деле – это комментарии Министерства обороны. То есть, это и есть инсинуация. Потому что без какого-то поручения они это комментировать точно бы не стали. Всем спасибо за просмотр, друзья. Напишите пару слов в комментариях. Точнее, не меньше 11 слов. Потому что менее 11 слов видео не продвигают в поиске. Не забывайте про лайки, репосты. Всем удачи, друзья. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok